Я хотела бы напомнить вам, что сегодня якобы закончилась мобилизация в Москве и Московской области. Так, это одна из главных новостей дня. И пока не случилась вот эта чудовищная катастрофа в Ейске, я бы сказала, что это была главная новость. Потому что закончилась она почти 10 дней раньше, чем анонсировал президент России Владимир Путин. Собственно, что же случилось? Разосланные повестки теперь прекращают свое действие. Об этом Собянин заявил в отдельном подробном письме. А потом и губернатор Московской области Воробьев тоже сказал, что и на его территории будет подобное ограничение мобилизации. То есть она заканчивается. И так, ранее Путин сообщил, что мобилизация в России будет идти две недели. Но не прошло и одной после заявления президента. А у Собянина призыв на войну как-то уже закончился. Адвокат Павел Чиков пишет, что власти субъектов России никакими полномочиями по завершению мобилизации при этом не обладают. А к вечеру стало известно, что, собственно, мобилизация в Подмосковье тоже закончилась. Что же произошло? Что тогда значит решение властей Москвы и Подмосковья? Вот так вот можно взять и перпендикулярно решению государства, федеральных властей, принять какие-то свои решения по мобилизации. Вот всю страну мобилизуют, а столицу и область нет. Получается, что вот Москва в таком привилегированном положении, а все остальные регионы, будьте добры, умирать и убивать. Поговорим об этом с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это какое-то у меня впечатление, ничем, правда, никакой фактуры не подкрепленная, что это какая-то очень нестандартная ситуация. Ну, вот как будто бы у нас двоевластие в стране, да? Есть отдельно федеральная власть, а отдельно Собянин с примкнувшим Воробьевым. Ну, нет, почему Путин же сказал, что в целом будем мобилизацию сворачивать. Прошло несколько дней, и Собянин с Воробьевым, ну, просто чуть в более опережающем порядке, Путин сказал, примерно две недели, да, они пытаются сделать это побыстрее. Нет, они в каком-то таком сепаратизме замечены до сих пор не были, и у меня нет оснований утверждать, что они сейчас им решили заняться. Просто, ну, они не хотят заниматься мобилизацией, они понимают, что она очень сильно бьет по их политическим позициям. Это регионы сложные, с сильными протестными традициями, в первую очередь Москва, в меньшей степени Московская область, но тоже, в общем-то. И поэтому они, понятно, хотят это все побыстрее, все прекратить. Поэтому они, я думаю, согласовали где-то на каком-то уровне вот свои сегодняшние заявления. Возможно, даже с самим Путиным проговорили. Побежали быстро на радости, так сказать, публично об этом заявили поскорее, поскольку, ну, понимают, что это популярное решение и ситуация их катастрофического дефицита. Но хочется вот побыстрее с ними выступить, выступить, что называется, в роли глашатых, которые приносят хорошие новости. Вот. Но самое интересное, что случилось потом, потому что, говорят, уже, ну, появилась уже информация, что уже после того, как Собянин вот этот вот в колокол прозвонил, о том, что отбой, после этого в Москве были зафиксированы новые повестки. То есть военкоматы вроде как продолжили их разносить. И это уже выглядит, конечно, как то, что, ну, Собянин самим Минобороны эту тему не проговорил, а те, значит, ну, напрямую же Собянину не подчиняются и, в общем, продолжают действовать по собственной, в рамках собственной повестки. Вполне возможно, что даже противники, аппаратные противники Собянина, ну, в частности Кириенко, например, они могли даже, вот, так сказать, подтолкнуть Минобороны, что, ну, а что он вами командует? Вам Путин на отбой дал? Нет, не дал. Ну, продолжайте действовать, действуйте по своей повестке. То есть Собянин, в принципе, подставился, не обеспечив исполнение своих слов, да, очевидно, что сейчас будет такая волна разочарований, а тоже трепло, оказывается. Обещал одно, а повестки продолжают идти. Да, и аппаратные противники Собянина воспользовались этой вот его ошибкой, ну, и его чуть-чуть подставили. В общем, как-то так у них там. Ну, да, получается, вот Собянин один такой весь в белом. С ним связаны только хорошие новости. Он пытался быть в белом, но, видите, как не очень похоже получилось. Потому что, конечно, все остальные ему завидуют, и им обидно. Что-то мы вот заляпаны с ног до головы чем-то, а ты тут весь в белом. Хотя, строго говоря, понятно, почему Собянин должен быть в белом. Ну, во-первых, потому что он ко всему происходящему действительно имеет отдаленное отношение. Не он все это придумал. Он человек прагматичный, ему вот эта вся фистопляска, борьба с Америкой, там, вот эта геополитика, это все, в общем, она ему не сильно интересна. Это, во-первых. А второе, ну, он руководит субъектом Федерации с сильными протестными настроениями. И единственный способ избежать революции в Москве – это, ну, делать, ну, в политике, заниматься политикой в Москве, ну, поумнее чуть-чуть, чем происходит в ситуации с остальной Россией. То есть то, что делает Кириенко в остальной России, ну, в Москве делать нельзя. И Собянин в этом смысле, он на самом деле достаточно автономный игрок. Он с Путиным в целом стратегически вот это согласовал. Кириенко туда, в Москву, не лезет. Политика московская отдана на откуп Собянину. Ну, и, собственно говоря, именно поэтому на протяжении всей этой вот ханалии последних восьми месяцев, которые мы наблюдаем, в Москве она все-таки присутствует в небольшой степени до начала мобилизации. Собственно, вообще там по минимуму присутствовала вот эта вот милитаристская составляющая. И даже с буквой «З» мэрия Москвы боролась. Мы знаем, Миронов, например, жаловался на то, что мэрия требовала снять большую букву, которую он там на офисе «Справедливая Россия» повесил. Мэрия добивалась, чтобы он ее снял. То есть Собянин, очевидно, пытался избежать, ну, не раздражать москвичей, понимая, что реальное настроение в Москве очень сильно далеки от тех, что нам рисуют в ЦИОМ, ФОМ и прочие прокремлевские социологи. Вот. До начала мобилизации Собянин всего этого избегал. Ну, мобилизация началась, понятно, там уж остаться в стороне не получилось. И то он пытался откупиться, напомню, да, он создал мобилизационный центр специально для вот этих, значит, мигрантов из Средней Азии. И пытался, значит, ну, вот это, то есть то количество штыков, которое он как глава субъекта должен поставить, он пытался в первую очередь эту цифру дать не за счет москвичей, а за счет мигрантов. Но эту лавочку, видите, вот вчера прикрыли, говорят, после вот этого происшествия, когда таджики там расстреляли мобилизованность, значит, говорят, была дана установка прикрыть эту лавочку. Ну, собственно говоря, вот тут, видите, у Собянина проект не получился, и тут есть возможность просто прекратить мобилизацию. Ну, вот он обрадовался и побежал это побыстрее делать, и, похоже, что он подставился. Аббас, а вот скажите, пожалуйста, ну, ясно, он хочет сохранить репутацию, он такой весь отдельный, он значительно более симпатичный, что ли, обществу, у него и город идеальный, он как будто живет в какой-то параллельной реальности, которой всегда, впрочем, была Москва, но при Собянине эта вот параллельная реальность стала особенно параллельной. Ну, а он же как будто бы готовится к каким-то выборам. Это к чему все происходит? У него что есть какие-то шансы на, не знаю, на события 2024 года? Он к чему вообще так старается? Или это просто работа над настоящим моментом? Или это на перспективу? Ну, во-первых, у него надо решать краткосрочные тактические задачи. Он не хочет, чтобы в Москве спутнул протест, чтобы в Москве началась революция. И как человек прагматичный, он старается избежать неприятностей. Во-первых. Во-вторых, он, повторюсь, он сам, в принципе, от всего этого далек. Будь его воля, вообще бы никакой войны не было. Но он бы торговал, плитку перекладывал там. Значит, ну и в-третьих, если говорить об его политических перспективах, то, конечно, они есть. Он, в принципе, один из наиболее авторитетных политиков в стране. И он в наименьшей степени, ну, в очень небольшой степени замазан вот этой всей каналией военно-патриотической последних лет. И в этом смысле он представляет из себя такую, ну, некоторым образом разумную альтернативу для элит, для системы. То есть он, понимаете, для системы там такие политики, как Навальный или Яшин, они же опасны. Они же радикальную систему, так сказать, попытаются изменить, да придя к власти. Поэтому для системы они неприемлемы. Продолжать нынешний курс, очевидно, нельзя, потому что он ведет в тупик. То есть нужна какая-то альтернатива. И вот Собянин — это один из тех вариантов, которые можно назвать третий путь, условно говоря. То есть это избегание крайности, избегание крайности милитаризма и, значит, вот этой эскалации, постоянно бесконечная эскалация в отношениях с окружающим миром, который символизирует собой путинизм. Это, в общем-то, избегание крайности противоположного плана, когда система рушится и создается прям, создается с нуля. Такой революционный сценарий, который, повторюсь, он становится все более привлекательным для массового избирателя, но для элиты-то он неприемлем. А, значит, Собянин — это вот как некий промежуточный вариант. То есть человек, который исправит перегибы путинизма, но не допустит революции в духе радикальной оппозиции. И поэтому он для правящего класса, для истеблишмента, вот он один из тех, кто персонифицирует собой возможность сохранить систему, слегка ее видоизменив, реформировав, сделав ее более-менее приемлемой, нормальной. Исправив откровенную кривизну, нормализовать ситуацию, что называется. Такой красный директор. Да, можно так сказать. И он некоторым образом и для Путина, в принципе, приемлем, потому что это человек, которому Путин может доверять, и, по крайней мере, он Путина в Гагу постарается не отправлять, постарается все-таки гарантировать Путину безопасность. То есть, в принципе, вот так все может сойтись, что именно, понимаете, система же, ну, там, она неизбежно будет меняться, потому что она идет в тупик. И, в принципе, может так сойтись, что как раз вот такой промежуточный вариант а-ля Собянина, он проканает. Может быть, это не Собянин будет, может, это будет другой кто-то из системы. Миша Устин, там, Козак. Варианты есть. Но Собянин, повторюсь, в силу своего прагматизма, в силу своего авторитета, качества, что называется, он очень реалистичный вариант. Я думаю, он об этом тоже думает, хотя он в политике, конечно, осторожный, и амбиции лишний раз демонстрировать не будет. То есть, в первую очередь, я бы сказал, что вот это его осторожность и желание прекратить мобилизацию связано с простым прагматичным желанием избежать революции. А почему вот Собянину можно, а Беглову, например, нет? Это же тоже большой столичный город. Беглову тоже можно, только Беглов дурак, в отличие от Собянина, вот и все. Ну, просто вот питерцам не повезло. У них губернатор идиот, извините, Сорож. Вот и Пригожин так говорит. Тут вы с ним совпали, Абас. Вот тут мы и в этом совпадаем. Вы говорите, что при этом мобилизация тихой САПы продолжается, и что, возможно, это какой-то подкоп конкурентов и врагов. То есть... Анна, извините, извините, я не люблю конспирологию, я не хочу сказать, что условно Кириенко это спровоцировал. Нет, Собянин сам подставился не до конца отработав все механизмы, поторопившись, а Кириенко мог подтолкнуть в этом направлении. Вот и все. То есть вот это ощущение, что вот-вот это ужасное состояние, когда всю страну отправляют на убой, что вот это вот все заканчивается, это на самом деле иллюзия? Нет, почему? Я думаю, что Путин абсолютно честно собирается это дело прекратить. Я думаю, он подвел итоги этого проекта, что называется, зафиксировал убытки, понял, что проект плохой, нежизнестособный. То есть, как говорят, шерсти мало, а визбу много. Значит, толку в военном смысле от мобилизованных нет, а протестные настроения растут. Я думаю, социология это совершенно, очевидно, Кремлевская зафиксировала, и они поняли, что давайте до греха доволить не будем, но то есть реально скоро революция грянет, и прекратим это дело. А как воевать, будем по-другому думать. Спасибо большое. Это был Абаз Галямов, политолог. Мы обсудили главную, одну из главных новостей сегодняшнего дня. Напомню, что сегодня неожиданно никто вот не предполагал. Сергей Собянин первым заявил, что в два часа дня все заканчивается, московская частичная мобилизация, все расслабляются, никаких наказаний, все будет нормально, выходим из домов, мужики, все будет в порядке, не бойтесь. А потом уже и губернатор Московской области Воробьев подтвердил, что верено ему в очереди то же самое и происходит.